Жизнь моя прошла красиво. Я не могу пожаловаться, что Бог меня обошел счастьем. Такие слова незадолго до своего ухода сказала в интервью актриса Тамара Носова. После смерти ее биография обросла множеством мифов. А саму актрису молва сделала мученицей. Но меньше всего на свете она хотела остаться в памяти людей несчастной старухой. А как вас зовут? Донна Роза Дальбадорец. Смешная, смешливая, очень контактная. Душка. Яркая, веселая, успешная. Такой она сама рисовала свой образ. Она хотела быть похожа на таких американских звезд. Веселая блондинка, милая дурочка, нелепая хохотушка. Такие образы прославили ее в кино. Тамара Носова – это редкий экземпляр в кинематографе. Эту роль она играла и в жизни, никому не позволяя усомниться в своей исключительности. Антракт. Мы собираем худсовет, чтобы еще раз увидеть любимые роли в исполнении королевы эпизода, неподражаемой комедийной актрисы Тамары Носовой, и выбрать из них лучшую. 83-летний режиссер Николай Зосеев-Руденко был последним возлюбленным Тамары Носовой. Их роман длился 7 лет. Ей он мечтал подарить свой талант, продлить ее жизнь в кино. Для нее он писал сценарии, которые гордая Носова, не распечатывая, отправляла обратно из Москвы в Киев. Тамарка. Бессовестная. Чего было так поступать? Чего? Те 20 фильмов были бы твои, а взяла ты только один. А могла бы еще в 19-е сыграть главные роли. За что же не могла простить гордая артистка, влюбленного в нее режиссера? В 2007 году журналистам удалось уговорить 79-летнюю актрису на интервью. В Московском доме кино она около часа отвечала на вопросы о своей жизни. Я всегда мечтала в кино играть трагические роли, но мои мамплуа стали дуры. Что ж, я свыклась с этим. Сегодня не осталось почти никого из тех, кто знал Тамару Носову. Да и можно ли сказать, что кто-то действительно ее знал? Она не подпускала к себе, потому что она всегда хотела, чтобы ее воспринимали так, как ей хочется быть. Эх, Минька, чует сердце. Приходит моя судьба. В 45-м году, вернувшись с семьей из эвакуации, Носова держала экзамен во ВГИК. Конкурс «80 человек на место». Ее приняли на курс, который позже назовут «Звездным». Мордюкова, Тихонов, Савинова, Гурзо. А ведь как хорошо мы жили. Господи, да как бы могли все люди жить на свете, если бы они только понимали, если бы они только захотели. На третьем курсе Сергей Герасимов дал ей роль Валентины Филатовой в фильме «Молодая гвардия». Это была не очень заметная роль, как и несколько других, тоже героических. Носова долго не хотела мириться с тем, что ей говорили педагоги. «Играй в комедиях и прославишься». Ведь и в жизни она всегда создавала вокруг себя атмосферу праздника и веселья. Она была очень активная. Если появлялась вокруг нее, сразу что-то закипало. Кто-то хохотал, кто-то там, ну, Тамарка, да, чебучила опять, ну, Тамарка там что-то там сделала. Сформулируйте Кукушкина, как вы понимаете задачу парикмахера. Как я понимаю задачу парикмахера? Да. А, как я понимаю задачу парикмахера? Парикмахер должен, парикмахер должен, в общем, стричь, потом, в общем, брить, или нет, наоборот, брить, потом стричь, освежать, в общем, и, в общем, чтобы все было красиво, по возможности. Давайте сюда носить. Какая была задуманность, Ижка? Полечка. Полечка. Она производила впечатление корректного человека, некрикливого, ненаглого. Я называю те вещи, которые бывают и иногда отравляют нашу жизнь. Впервые ее комедийный дар раскрылся в экранизации «Ревизора» в 1952 году. Мария Антоновна в ее исполнении вызвала восторг. Быть смешной, это, знаешь, трудно. Иногда мы подходим к пошлости. А вот, насколько я ее видел в работе, по-моему, она такая была хорошая. Мне совсем не нравится. Я все на тяпки находят в голубом. И дочери мленихи тоже в голубом. Мне случайно оденут цветное. В это время Носова уже замужем. Сотрудник Министерства иностранных дел не разделял любовь Тамары к кино и предложил ей уехать с ним в дипломатическую командировку на несколько лет. Он мне назвал одну страну. Я сказала, климат плохой. Назвал другую, третью. Мне не подходит. В результате поехали в Австрию и жили там несколько лет. В этом браке Носова заскучала и ушла от мужа. Сотрудник МИДа еще много лет будет предлагать ей вернуться, пока однажды, устав от ожидания, не женится на другой женщине. А Носова, вернувшись в Москву, получила роль, которая поставила ее в ряд лучших комедийных актрис. Худсовет программы «Королей эпизода» приступает к обсуждению пяти ролей в исполнении Тамары Носовой. Сегодня в совещательной комнате собрались Народный артист России Александр Панкратов-Черный, Народный артист Российской Федерации Валерий Баринов. Актриса Марина Дюжева. Кинорежиссер, драматург, народный артист России Виктор Мережко. Критик, историк кино Александр Шпагин. Худсовет начинает заседание с обсуждения роли Тоси, секретарши. «Карнавальная ночь» была первым фильмом Эльдара Рязанова, и он разрешил Игорю Ильинскому самому выбрать актрису на роль секретарши. «Как вы тут, Серафим Ивановича? Серафим Ивановича вам поесть принесла. Хотела бутерброд с сыром, да думаю, бутерброд не пройдет. Я вам взяла сосиски. Там были, Серафим Иванович, с капустой, я попросила с макаронами. Скушайте сосисочку, Серафим Ивановича. Какую сосисочку? Толго я еще буду здесь сидеть? Куда же вы, Серафим Иванович, а? Замечательное кино. Гламур, условный такой мир, не очень имеющий отношение к реальности, заполонил этот цветной, сияющий экран 50-х годов, потому что людям нужно было очухаться после всех тех ужасов, которые с ними творила советская власть начиная с 17-го года, и немножко прийти в себя, и они с удовольствием в таком цветном, условном мире, такого детского сада, где все друг с другом целуются, и мужики без конца друг с другом целуются в карнавальные ночи, в частности. Вот люди ожили, и на этом, значит, островке водят хороводы, и такое абсолютно асексуальное пространство, в котором, конечно, должны быть посреди этой всей тотальной положительности и какие-то относительно отрицательные персонажи, но они как бы, как гламур, и они без биографии. Это полукарикатурный образ. Еще отчасти человек, и личность, и персонаж, а с другой стороны полукарикатура. Вы все очень оригинально придумали, Серафим Иванович. Не комикует человек, ничего. Насколько она искренна, насколько она верит в то, что делает. Тогда Серафим Иванович все записывает. Я не знаю, мне кажется, это Тамара придумала эти две косички, как школьницы. В то время школьницы ходили с такими косами, и вот она уже, работая секретарем у большого чиновника, она косы эти сделала, что она в детстве в своем осталась, она недоразвитая. Она дура. Она здесь играет абсолютную дуру. И она не понимает, что сейчас Ильининскому не до того, чтобы жрать эти сосиски, ему нужно решить ситуацию. Достоверна она, наивна и глупа. Глупа. Я, честно говоря, пока я о ней не прочитала, я думала, что она и была такой не очень далекой. И это надо иметь хорошие мозги. И понимание того, что ты делаешь, если вот у тебя в голове что-то есть, а все думают, что нету ничего абсолютно. Режиссер Николай Засеев, последний гражданский муж Тамары Носовой, даже через 10 лет после ухода актрисы из жизни, со слезами вспоминает годы, когда они были вместе. Все то, что было с Тамарой, это было настолько необычно и настолько ярко. Можем сказать, что я впервые, может быть, познал с Тамарой то, что называется чувство, любовь. На мужчин она производила магнетическое действие. Никто и никогда не видел ее растрепанной, неухоженной. Она никогда не была в дурном настроении на людях. Всегда излучала обаяние и словно светилась изнутри. Она из русской семьи, светловолосая, курносая, аккуратная, не курила, не пила. Все было великолепно. Своей энергией и жаждой жизни она заражала всех вокруг. Пристально следила за всеми модными новинками. А жизнь в Австрии с мужем-дипломатом приучила ее к красивой одежде. В беретах она ходила, немыслимых, в каких-то платья такие у них, в горох, там все такое было пестрое, яркое. Из Нидерландов. Она высокая, красивая, фигура красивая, ноги красивые. Добрый вечер, маэстро. Это ты. Она первая научилась водить машину. Вот она сидит за рулем и чего-то там перепутала, там тормоза там с чем-то такой. Вот мимо нее машины пролетают, а некоторые еще заторможат. И трам-тарарам, там-там, твою-таю, сюда-сюда, туда. Ты что это делаешь? Потом увидев ее, как балдели, потому что она так поворачивалась и говорила, а ты что, теми же словами, которые посылались ей, она отвечала слово в слово. Однажды на съемках на Ялтинской киностудии она познакомилась с актером Юрием Соколовым-Боголюбовым. Юрий был очень красивый мальчик, просто необыкновенный. Глаза такая бирюза и очень поэтичные. Я уехала из Ялты, и он стал писать мне письма в стихах. У них закрутился роман, который перерос в длительную, правда, незарегистрированную связь. Но потом в ее жизни появился писатель Виталий Губарев. Они встретились неожиданно в кабинете режиссера Александра Роу, куда Носова пришла на кинопробы в сказочном костюме. Губарев был автором сценария. Я посмотрела на него через плечо, не обратила никакого внимания. А потом он узнал, когда я буду сниматься, и специально на эти дни приехал в Ялту. Они проживут вместе шесть лет. Носова не раз назовет это время счастливым. Виталий Губарев писал сказки. Тамара Носова снималась в них. Одну из самых известных сказок он посвятил своей любимой Тамаре. Фильм-сказка «Королевство кривых зеркал» был поставлен Александром Роу в 1963 году. Эту сказку писатель Виталий Губарев посвятил Тамаре Носовой и специально для нее написал роль тетушки Аксал, что означает «ласка», если прочесть это слово наоборот. Хороши. Тоже. Эх, сойдет. Ничего. Вот так фазаны. Мы не фазаны, не фазаны, не фазанята. А кто же вы? Мы девочки. Вижу, что не мальчики. Да как же вы попали в эту корзинку-то? Мы заблудились. Заблудились. Заблудились? Заняты вы, мои дорогие. А знаете ли вы, что вам будет за то, что вы незванно-непрошенно явились во дворец? Знаем. Знаем. Они говорят, знаем так спокойно, как будто я их спрашиваю, а знают ли они, как их зовут? Аксал! Ну, я не знаю. Это, конечно... Ну, мне кажется, чуть-чуть много всего. Эмоций. С другой стороны, у нее большие глаза, у нее большой рот, у нее все такое крупное, крупный достаточно носик. Носик, но такой крупненький. И все у нее какое-то вот такое вот крупное, с такими большими эмоциями. Большими. Любопытный, интересный образ. И раскрыться бы ей, может быть, и побольше. И не тетушку, конечно, ласку-то на самом деле, ей нужно играть в королевстве кривых зеркал, а скорее уж они дак, гадину, да, или вообще какой-то отдельный, интересный образ. Но таких образов почти не находилось. Во-первых, для нее Губарев писал специальную роль эту. Это он был влюблен в нее. Во-вторых, она купалась в этом жанре. И вот здесь есть абсолютная возможность для актрисы валять дурака. Талантливо, интересно, смешно. Смена божеского караула. Она хозяйка драматургии, этой сказки, этого фильма. Она настолько там раскрепощена, свободна. Вот, это счастье для актрисы. Но она вообще, она говорила, когда я снимаюсь, я, говорит, живу в эйфории праздника. То есть для нее съемки были как праздник. Почти везде, как это ни странно, в своих работах, она на грани, ну, если не отрицательной, то какой-нибудь глупышки. А тут же она абсолютно положительная. Тут она абсолютная защита этим девочкам. Как ты дашь задание режиссеру? Вот ты должен сыграть вот это и вот это. Нет, это должно быть в человеке. И в ней это есть. Позаняты вы, мои дорогие. Тамара Носова не просто обожала сниматься в сказках. Она и свою жизнь овевала сказочным ореолом. Ни в одном интервью, ни в разговорах с подругами и коллегами она никогда не рассказывала о себе всего. Многих тем попросту избегала. Ну что говорить, у меня самая обыкновенная семья. На самом же деле своих настоящих родителей Тамара не знала. Она родилась в Москве. Мама умерла, когда Тамаре исполнился год. Отец отдал дочку в детский дом. Полуторагодовалую ее взяли в приемную семью. Спустя 30 лет отец узнал ее по ролям в кино и объявился. Тамара признала родство. Но от встреч категорически отказалась. Она жила все время, сама создавала про себя, в себе. Какую-то сказку о своем житине, бытие. И в эту сказку верила. С Татьяной Конюховой Тамара Носова часто делила гостиничные номера в гастрольных поездках по городам СССР. Она могла произносить только одну фразу. Зал умирал с осмехом. Это было что-то необыкновенное. Вы мне лучше скажите вот что. В каких вы были отношениях с кляузовским коммердинером Николашкой? Желаю только с вами, больше ни с кем. Хорошо. Оставим Николашку. Расскажите, что вы знаете о Псекове? Желаю только с нами, больше ни с кем. Увидите меня! Увидите меня! Она себя всегда ощущала в жизни, как леди Гамильтон, по крайней мере. Она всегда рассказывала про влюбленных в нее мужчин. Она рассказывала так, что они были всегда просто потрясены ее красотой. У Тамары с детства был боевой характер. Уже в школе она заполучила какие только можно общественные нагрузки. Но и этого ей оказалось мало. Девчонкой она сама по собственной инициативе организовала драм-кружок. Пыталась поставить взрослый спектакль про любовь. Но учителя разрешили ей только про жизнь пионерии. Вот и потом, во взрослой жизни, она тоже играла только то, чего от нее ждали другие. Слыхали? Говорят, какая-то комета или планита идет. Так ученые смотрели на небо, в метроскоп, и подсчитали все точно, по цифрам, в который день и в котором часу она на Землю сядет. Может, потому что я так жаждала драмы в искусстве, то и накликала ее в собственную жизнь? Впрочем, знакомясь с актером, а в будущем режиссером Николаем Засеевым Руденко, она ни о какой драме не думала. Тамара была замужем за сказочником Губаревым, когда ее отправили с концертами в Ялту. Бури, штормы, романтика! По стечению обстоятельств в одном концерте с ней и выступал Засеев, с которым они были шапошно знакомы. Мы отработали неделю. Как-то мы с ней сидим после ужина в номере. Я говорю, ну, поздно уже, завтра нам с тобой опять работать. Я пошел. Она говорит, а зачем? Оставайся. И остался на 7 лет. О них нельзя сказать, стали жить вместе. Он, по большей части, работал в Киеве, учился режиссуре в Ленинграде и приезжал к ней в Москву. Все осложняло то, что Засеев был женат, у него была дочь. И оставить семью ради Тамары он не спешил. Но первое время оба были счастливы и не думали о том, что однажды их бурный роман буквально сломает Тамаре носовой жизнь. В последнем фильме режиссера Ивана Пырева «Братья Карамазовы», во время работы, над которым мастер скончался, Тамара Носова сыграла короткий эпизод. Ее героиня Марья Кондратьевна, невеста Смердякова, роль которого исполняет актер Валентин Никулин. «Хорошо мне с вами, ах, хорошо!» Удивляюсь я на вас, Павел Федорович. Чему-с? И повар вы искусный, и на гитаре играете душевно, и голос у вас какой-то особенный. Ну и сами вы точно иностранец какой, но самый благородный иностранец. Это уж я вам через свой стыд говорю. Да, здесь она мало на себя похожа. Я бы, наверное, не сразу ее узнала, но вот все равно она играет театрально. Но в жизни так не разговаривают, так разговаривают на сцене. Театральная самодеятельность, как будто такое ощущение, что это декорация. Вот декорация стоит, декорация, и они сыграли и вышли за кулисы. Манерная роль, скучноватая такая, ну, не ее. Тут и Валя Никулин тоже несколько театрален, но это уже вина Ивана Александровича Пырьева, я так считаю. Она подчинялась воле Пырьева, а Ивану Александровичу было трудно не подчиниться. Очень трудно. В чем секрет Жанна Габена? Потому что он гениально прятался от камеры. Так потом поворачивался ненадолго. Люди видели, что это. Ох, боже мой! Он опять уходил, и мы за ней. Так и тут, за ней тоже хочется. Вот она спиной пошла, а мне хочется. Вот она повернулась, я увидел. Мне хочется понять, как она идет. Улыбается, не улыбается, довольна, не довольна. Но это я уже фантазирую, понимаешь? То есть, если она мне дает такой повод для фантазии, это прекрасно. Ценно, что вот столь выразительный и неоднозначный Смердяков из этого фильма выбрал себе в подруге столь же выразительную и неоднозначную Носову и Пырьев ему ее в подруге выбрал, но только ей совсем может здесь раскрыться не будет. А возьми, скажем, там, не знаю, Меншикову, ну, ничего не будет просто. Вообще ничего не будет. А тут хоть что-то. Вот и все, что можно сказать. Ей было 44, ему 39. Она чувствовала вторую молодость. Они не жили вместе, но часто были в совместных поездках с концертами. Поезда, гостиницы – все это было так романтично, так нравилось ей. Прошли год, два, а потом четыре, и Тамара устала. Николай Засеев утверждает, что не один раз у них с Тамарой была возможность завести ребенка. Она была два раза в положении. У нас могли быть дети. И она привязывала к животу подушку и говорила, посмотри, какая я буду. Посмотри, у нее же не было детей никогда. Посмотри, когда я буду. Вот, посмотри, вот видишь, какая я буду. Но для того, чтобы родить, надо было лечь на сохранение. А какое сохранение, когда концерты, товарищ, кино, когда надо ездить, инта, ухта, приполярный круг. Николай Николаевич, ну нельзя же все-таки так. Бог не дал мне детей. Сначала была карьера, а потом здоровье не позволило. Возраст брал свое, но ей по-прежнему предлагали играть однотипные роли. Она даже снялась в продолжении истории про Серафима Ивановича Огурцова. Спустя 15 лет ее героиня Тося вышла за него замуж. Главное, дядина заявляет, что такие работники, как ты, никому не нужны. Просто даже смешно. Так еще неизвестно, кому она сама нужна. Но этот фильм не принес ни успеха создателям, ни радости зрителям. Постепенно радость покидала и саму Тамару. Любовь урывками на расстоянии теперь приносила раздражение. Она не раз ставила ультиматум Николаю. Или остаться с ней, или разойтись окончательно. Но работы в Москве у него не было. А жить в Киеве не хотела она. Ну, ей надо было, чтобы я сидел вот так рядом все время. А я не мог. Выбор был один. Или профессия, или муж Тамары Носовой. За этим романом много лет наблюдали все. Долгое время Николай метался между семьей, работой и Тамарой. Знала ли моя жена бы, конечно, знала. Знали все. Однажды, когда Тамара устала ждать, она приехала в Киев. Купила два билета в Москву. Для себя и для Николая. В условленный час она подъехала на такси к его дому и стала дожидаться его с чемоданом, чтобы вместе отправиться на вокзал. Я пришел домой, собрал чемодан, уходить. Жена ничего, стояла и молчала. Дочка сказала, маленькая, ей было три года. Папа, ты нас бросаешь. Я оставил чемодан, вышел, сказал, Тома, не могу. Проводил ее до вокзала, и она мне возле купе сказала, ты никогда больше меня не увидишь. Этого унизительного ожидания и этого, как ей казалось, предательства Тамара Носова не сможет простить ему никогда. В музыкальной комедии Андрея Тутышкина «Свадьба в Малиновке» собрался звездный актерский коллектив. Тамара Носова играет в этом фильме сельчанку, которую зовут Комариха. Ее дуэт с Михаилом Пуговкиным в роли Яшки-артиллериста стал настоящим украшением картины. Уехали. Опоздала. А я им пирожочек поспекла. Может, вы попробуете? С удовольствием. Вот, с маком. Ага. Люблю со смаком. Они уехали, а вы, значит, остались. Оставайтесь, Яков Александрович. Вы, только вы, напоминаете мне мою чернявую, мою любимую, мою безотказную гаубицу. А где же она, ваша любимая и ваша чернявая? Погибла в неравном бою. Так, надавец! Яков Александрович! Ой. Что с вами, Яков Александрович? Индивидуальная контузия. Ваши трехдюймовые глазки путем меткого попадания зажгли огнедышащий пожар в моем сердце. Словом, бац-бац и в точку. Мне вообще не очень нравится свадьба в Малиновке. Много штампов. Много, ну, не притягивают так женщины, не целуют. Видно, что это москвичка, которая играет деревенскую женщину. Хохлушка она. Вот смотришь, ну, хохлушка. Не потому, что она в вышиванке, в рубашонке, а вот по поведению, по манерам. Вот она хохлушка, вот такая широкая, такая вся вот такая. Как заживем мы на земле своей, как запоет нам песню соловей. Свадьба в Малиновке, как ни странно, была экранизацией популярной опереты 40-х годов. Ну, конечно, не за счет музыки, потому что худшее, что есть в этой оперете, эта музыка, ну, просто плохая. Александра Ивановна абсолютно совковая, пафосная. Ладно, еще только более-менее ничего вот в этих вот дуэтиках, таких танцевальных, куплетных. Тут еще можно слушать. Актеры идеально попадают в ритм, в стиль текста, жанра. Вот здесь Носова купается абсолютно в жанре, в Тутышкине, режиссере, Михаила Ивановича Пуговкина. Она не позволяет себе вываливаться за рамки жанра. А жанр очень сложный. Вообще, музыкальная комедия, тем более такая, на грани, на грани, в общем-то, плюса, чуть-чуть и пошлость пошла. Да, вот ты мой золотой, вот победа, победа. После разрыва с Засеевым, который она назовет предательством, жизнь Тамары Носовой постепенно пойдет под уклон. Ее еще будут приглашать в кино, но все реже. Впрочем, есть одна роль, которой Носова гордилась. В 1984 году она сыграла помещицу-коробочку в «Мертвых душах». По сути, а не по хронологии, это была прощальная ее роль, в которой Носова была великолепна как актриса. Право не знаю. Ведь я мертвых никогда еще не продавала. Ну что вы думаете, в самом деле, в них есть какой-нибудь прок? Нет, это вот я не думаю, что уж в них за прок. Меня только то и затрудняет, что они уже мертвые. С середины 80-х она перестала общаться практически со всеми, кроме социальных работников и сотрудниц актерского отдела Союза кинематографистов. Мы были золушками. Наши портреты висели во всех кинотеатрах, а мы были нищие. Она сама захлопнула за собой дверь. Она просто не пускала людей, которые пытались ей помочь или что-то там хотя бы поговорить. Я до сих пор помню 143-19-30, ее домашний телефон. Она брала труп, услышала мой голос и бросала труп. Я приходил, звонил, она мне не открывала дверь. В 2007 году газеты и телевидение смаковали подробности смерти Тамары Носовой. Заголовки кричали «Знаменитую актрису ели крысы». Она действительно жила в чудовищных бытовых условиях, не пуская никого и почти не выходя из дома. В ее квартире были тысячи книг. Я спасаюсь чтением. Ухожу вместе с персонажами книг из нашего государства, из нашего века. Как рассталась с последним мужем, так 30 лет запоем и читаю. Она не пила, не курила, свои проблемы переживала только внутри себя. После инсульта в 79 лет она не смогла оправиться и умерла в больнице в полном одиночестве. Ее нет, к сожалению, но мы будем по-прежнему любить ее. Я, например, так думаю, что будем ее запишем в хороший список. Режиссер Виктор Титов без проб утвердил Тамару Носову на роль Донны Розы Дальвадорец в комедию «Здравствуйте, я ваша тетя». Однако по невыясненным причинам он решил ее переозвучить. Поэтому в фильме за Тамару Носову говорит актриса Виктория Чаева. Разрешите представиться? Покорник Фрэнсис Честный к вашим услугам. Это он? И вы не узнаете меня? Нет. Но вы, надеюсь, не забыли день вашего отъезда в Южную Африку? Нет. Не вспоминаете ли вы, что было в предшествующий вечер? Я был на балу. И говорили, что... Да-да-да-да. Да-да, это вы, это вы. Какая нежная встреча. Очень рад, сударыня. Очень рад. Я тоже. Да ну нафиг. Да я даже смотреть не хочу. Я ненавижу эти озвученные голоса. Зла не хватает. Более того, естественно, это вообще любому... Даже зрителю это видно и слышно подсознательно. А профессиональному человеку видно сразу, что... А, этот говорит не сам. Почему непонятно? Ну видно, что приклеено что-то. Что нос Ивана Ивановича приклеен к губам Николая Порфирьевича. Говорила Агафья Тихонова. Ну это сразу чувствуется. Какая-то фальшак, какая-то неорганическая. Меня озвучивали один раз. Я помню, меня озвучивали один раз. И только потому, что я приехал к нему. Я эту картину до сих пор смотреть не могу. Вот есть голоса, вот так же и у Носовой. Вот я иногда по рынку иду, начинаю торговаться и говорю, ой, да вы же артист, ой, вы барин. Я вас по голосу узнал. Понимаешь, вот Носова. Она та актриса, которую можно было узнать по голосу. Я не знала, что ее озвучили. Я еще подумала, думаю, боже, как же она меняет голос. Чувство жанра. Вот это редко актрисам удается. Это Гурченко, Мордюкова. Вот я говорю, их называют по пальцам. Вот, и Тамара Носова интеллектуальнейшая была актриса, которая чувствовала жанр потрясающим. Меня не покидает ощущение, что это тоже театр. Некоторая манерность. Это не... Она не почувствовала костюм. Она не почувствовала задачу. Она не почувствовала роль. Она здесь, ну, не в жанре. Она чужая здесь. Мне кажется, ее трагедия в том, что она не была актрисой драматического театра. Мне кажется, что она очень-очень ошиблась, поступив во ВГИК. И, может быть, поэтому конец ее жизни был печален, потому что вот она не угадала. Донна Роза Дальвадорец. Итак, худсовет обсудил пять ролей в исполнении Тамары Носовой. Роль секретарши Тосип в комедии «Карнавальная ночь». Роль тетушки Оксал в фильме-сказке «Королевство кривых зеркал». Роль Марии Кондратьевны в экранизации романа «Братья Карамазовы». Роль Комарихи в фильме оперетти «Свадьба в Малиновке». И роль миллионерши Донны Розы Дальвадорец в комедии «Здравствуйте, я ваша тетя». Сейчас худсовет выберет лучшую роль королевы эпизода Тамары Носовой. Я думаю, что все-таки не случайно «Карнавальная ночь» была ее визитной карточкой. Она там наиболее искренняя, трогательная. И там нет штампов, а одно сплошное удивление. Как ни странно, вот если бы выбирать из того, что вы тут показали... Конечно, «Карнавальная ночь» там очень точное дело, но я бы все-таки выбрал Карамазовых. Вот я бы выбрал, потому что она не совсем там та и та одновременно. И Носова, и все-таки она на уровне Достоевского. Я выбираю роль ее в «Свадьбе в Малиновке», потому что здесь она на своем месте, она точна, она ритмична, она в своей стилистике, ей тут легко, изящно, интересно, и все хорошо. «Свадьба в Малиновке», по-моему, все-таки надо отдать должность жанру, сложнейшему жанру музыкальной комедии. Ну, это я уже с точки зрения народа, вот зрителя, простого-простого зрителя. Конечно, «Свадьба в Малиновке» с дядей Мишей Пуговкиным. Это, ну, ее, во-первых, лучший эпизод, во-вторых, это фильм, который был нужен народу. Да он и сейчас нужен, потому что он веселый, легкий, солнечный какой-то, светлый. И персонажи эти, и с юмором, и прочее. Это замечательно. Итак, большинством голосов лучшей стала роль комарихи в фильме о берете Андрея Тутышкина «Свадьба в Малиновке». «Свадьба в Малиновке» Уехали. Опоздала. А я им пирожочков испекла. Может, вы попробуете? С удовольствием. Вот, с маком. Ага. Люблю со смаком. Они уехали, а вы, значит, остались. Оставайтесь, Яков Александрович. Вы, только вы напоминаете мне мою чернявую, мою любимую, мою безотказную гаубицу. А где же она, ваша любимая и ваша чернявая? Погибла в неравном бою. А, тогда вдовец! Яков Александрович! Ой. Что с вами, Яков Александрович? Индивидуальная контузия. Ваши трехдюймовые глазки путем меткого попадания зажгли огнедышащий пожар в моем сердце. Словом, бац-бац и в точку. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова